На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как самоубийство в роду может повлиять на близких? Во-первых, оно может повлиять примером. Если человек, допустим, сын, того, кто наложил на себя руки, всегда живет и помнит об этой страшной трагедии, и помнит, что папа или дед не выдержал, когда ему было очень тяжело, у него как искушение этот страшный выход всегда остается в памяти. А вот если что, то и я могу. Папа же смог. Вот поэтому, конечно, это беда, которую очень сильно искушает человека. С другой стороны, как мы знаем, самоубийство — это самый страшный грех, который человек может совершить, потому что в нем нельзя уже покаяться. Жизни земной больше нет, она закончилась добровольно, и нет возможности принести покаяние Богу. И вот этот человек, он жаждет, может быть, и молитвы за него, а далеко не каждый может молиться за самоубийцу. Вот за самоубийцу надо брать благословение у духовника, чтобы молиться за него. Но самоубийство само по себе формально, оно не всегда является тяжким грехом. Вот бывают случаи, когда самоубийство — это меньшая беда, чем та, которая может быть. Ну, например, офицер, который ранен, но лежит на поле боя. У него в голове очень большие знания о расположении войск своей страны или о том, какие идут планы сейчас в ход. И он прекрасно знает, что под современными пытками ни один человек долго выдержать не может. И то, что он выдаст, приведет к гибели тысяч людей. И вот такой человек накладывает на себя руки не из отчаяния, не из потери веры в Бога, не из окончательного такого разрыва с Богом отношений, чем обычно бывает самоубийство, а ради того, чтобы другие не погибли. Мы знаем, что есть много даже причисленных к лику святых людей, которые добровольно пошли на смерть. То есть, например, в гонении, если я не ошибаюсь, Деклетиана, когда в какой-то город входили специальные войска, где должна была быть эта территория очищена от христиан, то там иногда разводилась большая печь, и всем предлагалось, кто хочет, туда бросаться. И вот люди туда бросались, которые говорили, «Я христианин, я все равно буду убит». И таким образом заканчивали свою жизнь мученически. Есть примеры, когда христианок отдавали на поругание злодеям, сидящим в тюрьме, или воинам, и христианке, или их помещали в публичные дома нарочно, для того, чтобы глумиться над их стремлением к чистоте. И христианки накладывали на себя руки, для того, чтобы не было попранных целомудрия. И они и живосвятых. Поэтому формально ни к одному вопросу подходить нельзя. Важно, какова цель. Вот если цель – это полное разочарование во Христе и в своем смысле жизни, тогда это тяжелейший грех. Потому что сначала потеря веры полная, потом человек накладывает на себя руки. Никак иначе. Еще мы знаем, что бывают случаи, когда человек невменяем. Как древние каноны говорят, если человек наложил на себя руки, будучи вне ума. То есть этот грех не может быть ему вменен. Это сумасшедший человек. Таких людей и отпевают по разрешению правящего архиерея. И в древней церкви таких людей поминали даже на литургии. Если человек был тяжко болен, умом, поврежден. И сейчас такие люди тоже есть, которые в состоянии или тяжкой депрессии, или психического расстройства, или какого-то состояния аффекта. Вот у меня был знакомый священник, пожилой, очень опытный, у которого случилась беда в приходе. Молодую девушку, целомудренную, изнасиловали в парке. Несколько негодяев. Она пришла домой, вся в грязи и в крови, и в слезах, и бросилась к маме. А мать рассердилась и норал на нее, что она сама виновата. И девушка, которая цеплялась за последнее в этом состоянии страшном, она не выдержала и прямо от матери бросилась в окно. И батюшка этот говорит, ну, конечно, я ее отпевал, и, конечно, я ее упоминаю. Да, она не состояла на учете. Но, понятное дело, что она это сделала вот в такой страшной ситуации в состоянии аффекта. Вот такие случаи бывают. Поэтому, когда человека не отпевают, если он самоубийца, это еще не значит, что все для него потеряно. Господь милостив, он ищет способ помиловать любого человека, но от нас эта тайна сокрыта. Поэтому родственники обычно по благословению духовника морятся за такого человека и таким образом облегчают его загробную участь. А остальные, наверное, должны воздержаться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.